Эй, псс, здорово, последняя цифра лайка покажет кто-то из Мелан Плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, нажимай лайк, нажимай подписку, нажимай колокольчик, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и сопоставь эти факты, и кто ты, напиши об этом в комментариях, всё просто, например, если ты маршмеллоу, то пиши я маршмеллоу, всё круто, приятного тебе просмотра. Здарова, здорово, дорогие друзья, и ты, наверное, Мелан Фонг, а в этом видеоролике мы с тобой поговорим про новое обновление 14.5 Мелан Плейграунд, которое вышло буквально 20 минут назад, и уже сейчас я делаю для вас видеоролик. Обновление просто великолепное, и честно говоря, очень даже перспективное, но перед началом видеоролика я хотел бы сказать огромное спасибо за то, что вы попали в мой видеоролик, и если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то тебе достаточно просто подписаться на канал, поставить лайк, и написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на телегу, ссылочка будет в описании. В общем, не буду идти на твоё время, и приятного тебе просмотра. Спустя многое количество времени, обнова так и не выходила, хотя напрашивалось хотя бы фикс-багов из предыдущего обновления. Предыдущее обновление было достаточно хайповое, и сейчас уже вышло новое обновление 14.5, которое тоже немало хайпа, я думаю, вокруг него будет. И давайте пойдём по-внисходящему. Что изначально исправили? Исправили какие-то ошибки заднего фона, точнее не какие-то, а которые были в главном меню. Когда вы изначально заходили, когда уже обновили игру, и заходили в главное меню выбора карт, у вас был старый фон, хотя уже можно было исправить на новый. И в общем, он просто-напросто не показывался, это такая вот ошибка, которая возникала у пользователей. Конечно же, было огромное количество оптимизаций, которые связаны с предыдущим обновлением. Это, в принципе, очевидно. Были исправлены многие баги, о которых можно говорить бесконечно. Но сейчас это уже пофикшено, хотя я думаю, что-то досталось. Ну и пойдём по такому незначительному добавлению, как кактус. Для меня это самое странное, что вообще могли добавить разработчики Мелан Плейграунд, тоже сам Мелан Плейграунд. Это очень странно, просто вдумайтесь, они добавили кактус, зачем, я не понимаю. Возможно, это намёк к следующему обновлению, но про это мы поговорим позже. Давайте всё-таки обсудим актуальное обновление на данное время. Кактус смотрится неплохо, в принципе, текстурка понятная, интересная. Урон он наносит такой, как обычный предмет, в общем, такой странный предмет, но, в принципе, для локации, как для карации, почему бы и нет. В принципе, он подходит под новый фон, который, как бы, ну, не связанный, знаете, такая текстура, которая, в принципе, по цветовой гамме связана с фоном новым, который из предыдущего обновления. Так что, в принципе, обнова, в принципе, и понятная, хотя немножко странноватая. Ну ладно, идём к следующему. Добавили костюм космонавта в Мелан Плейграунд. Он выглядит просто космически. Вот, смотрите, у нас есть такая своеобразная стёклышка. У него прикольная текстура. Он реально бомбезный. Вот костюм просто великолепный. И вот это вот обнову, которую мы ждали, реально, связано с космической тематикой. Я уже устал добавлять моды, поэтому костюм как нельзя кстати, потому что я готовлю свой глобальный огромный фильм по Мелан Плейграунд. И почему бы и нет, кстати, приходи к нам в телегу и участвуй в разработке этого фильма. Костюм и шлем выполнены отдельно друг от друга, что понятно. То есть ты можешь одеть сначала на Мелана костюм основной, а потом и добавить шлем, что реально просто круто. Но больше всего меня поразил шлем. Стекло шлема, точнее вот это вот, то место, где ты смотришь через мир, просто велико. Это очень круто, реально, мне безумно нравится. И это обнова то, что нужно. Но идём к реально крутым вещам, которые добавили в этой обнове. И это голосование за следующий предмет. Вы только вдумайтесь, до чего мы пришли. Вот это то, что нам нужно. Теперь разработчики реально интересуются мнением каждого игрока в Мелан Плейграунд. И следующая вещь, вот смотрите, вот эта вот кнопочка, это и есть голосование. Я думаю, вы многие обратили на геймплей, который сейчас у вас на экране. И эта кнопка голосования, с помощью этой кнопки ты можешь решить, какая же всё-таки обнова будет в следующий раз. И сейчас выигрывает джип, что, блин, круто. И если добавить отдельную машину, это же просто прикольно. Хотя, как по мне, транспорт добавлять не нужно. Но если игроки этого хотят, то почему бы и нет? Это воистину народная получается игра. И теперь мы как бы повязаны между игрой и разработчиком. То есть мы сейчас как бы работаем в одной команде. Блогеры, игроки, разработчики, игра. Всё работает в одном направлении, на создании какого-то комьюнити и шедевра. Блин, вот это вот реально круто. Теперь можно предсказывать вектор развития вообще Мелана Плейграунда. И вот таким вот темпом, если дальше всё так будет продолжаться, то с семимильными шагами мы перейдём к уровню Пипла. И я даже больше скажу. Если разработчики будут дальше так прислушиваться к игрокам, то я думаю, что в скором времени и перегоним Пипл Плейграунд. Но пока об этом думать рано. В общем, ну и следующее нововведение это мод-эдитор бэкграунд. Теперь мод-эдитор выглядит примерно вот так. Как будто мы заходим в мастерскую. Реально классное погружение. Ты как будто бы погружаешься в атмосферу мира Мелана Плейграунда. Там есть куча отсылок. Я думаю, мы это всё в будущем разберём. Всё у нас будет в этом плане прикольно, интересно. Поэтому оставайтесь с нами всегда на связи. Потому что я думаю, что тут очень-очень-очень много всяких прикольных отсылок. И на данный момент просто игра выглядит вот так вот. Реально. Честно говоря, эстетическое удовольствие. Теперь осталось подумать, когда же выйдет следующая обнова. Я думаю, что в конце месяца. То есть примерно вот так вот и происходит. Две-три недели обновления, две-три недели обновления. И я... Вы только представьтесь, что будет с игрой через три месяца. Вы же её просто не узнаете. Реально. Вот это вот. Респект. Реально респект. Я так ждал обновы, потому что просмотры просели без обнов. Это всё-таки главная рубрика на моём канале. Я думаю, это очевидно. Но вот это обнова просто, я думаю, вдохнёт жизнь в Милом Плейграунд. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А на этом мой видеоролик подходит уже в концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.